Третий летний сезон духовой оркестровой музыки в Самаре завершился галоконцертом. Впервые на это событие приехали творческие коллективы из других городов – Новосибирска и Саратова. Первым выступил Самарский гарнизонный оркестр. Он исполнил военный марш Георгия Свиридова, вальс на сопках Маньчжурии и песню про трубачей. Над программой конкретно работает военный дирижер. То есть непосредственно я выбираю, продумываю, насколько это актуально, ищем какие-то привязки к местности, ко времени, к дате и так далее, и так далее. Смотрим по звучности произведения, по насыщенности звучания и понимаем, что да, действительно оно должно звучать сегодня и будет интересно слушателям. Эти произведения, они не просто хорошо звучат, но они еще в коем образе характеризуют Самару. Например, одно из них – вальс на сопках Маньчжурии. Все мы знаем, что первое исполнение было именно здесь. В Строкасском саду. Военный оркестр Новосибирского гарнизона с концертом в Самару приехал впервые. Первая часть его программы знакомит слушателей с Сибирью, вторая посвящена городу на Волге. Не обошлось и без хита «Ах, Самара, городок». Эту программу мы готовили не так давно, после того, как получили приглашение на этот фестиваль. А произведения про Сибирь, про наш родной край, так сказать, у нас уже в репертуаре давно. Саратовские музыканты порадовали самарцев классическими вальсами и аранжировками популярных эстрадных произведений. Исполнили самоволочку группы «Любе», «Дым над водой» «Диперпл» и легендарную «Катюшу». Перед тем, как приехать сюда, я с организатором данного мероприятия советовал, какие произведения представить. Он сказал, что произведения разнохарактерного плана. Ко нас пригласили в первый раз. Я думаю, что мы выступим, и всем слушателям, самарцам будет очень приятно нас послушать, и они будут в восторге. Кульминацией музыкального спектакля стал совместный парад «Черных гусар» от Самарского военного исторического общества и военных оркестров Новосибирска, Самары и Саратова. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.